Душа истина, и жизнь в детстве, и вся исполняя сокровища благих, и жизнь подателем. Придите, истины, и очисти меня всякие скверны, и спасти блажей души наши. Благословите Божьего вас. Господи, будь милостивым и грешным, благослови, Господи, тебе слава. Аминь. Я что, вы себя искать, это собрать, потому что... Да потом соберем. Убрать. Что, прям сейчас? Прям сейчас, сразу убрать. Прям сразу. Ну, дайте посидеть на занятиях хоть немножко, с золотой. Ну, дайте на золоте позаниматься хоть, ничего. Ну, что ж вы. Вот это вот, конечно, рабочая сторона. Это не из-за того, что... А это напомним. Это напомним. Зачем убирать? Теперь специально это скилить. А зачем убирать? Я не знаю, это и мать. А зачем зачем убирать? Это праздничное. Зачем? Да мне еще такую купить. Вот купить или стереть. А эти убрать. Да купили-то мы подарили. Так это специально купили, там-то все одаряло. Ну и все, берете надо. Игорь, решили, что кошки тут целыми. Купили, для какого случая купили? Ходят по ней. Постоянно. Ну, это считай мне подарили. Это мои. Да, Тань? Они же тут купили. Это чаще праздники надо. Праздничное, чаще надо. Вот, а то она и вклеит пока до следующего десятилетия. Нет, это путь радует нас. Да, мы найдем праздничное. Надо протереть. Так, а вы сейчас ту на эту берете, чтобы это... Да, да, на эту. С той стороны нельзя, ты скажешь, так, Игорь. Нет, там, отодвинься чуть-чуть. Ну, не меньше полчаса. Да, молодец. Полчаса нормально. Потому что тут Володя уже пришел минут десять, так что... Крося, кто там еще? Тарасий, крыльенку поднимите к краям, чтобы им легче было сворачивать. О, она с другой стороны не ударит. Да. Прикольно. 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 Плохое слово это. Хорошее. Прикольно. Прикольно, прикольно, а красиво. Красиво, конечно. Вы не пользуетесь этим словом прикольно. Я вот сейчас буду зашел... Сейчас Сергею подарил тебе какое-то кропье, да? Ух ты. Ого. Вот таким огребать будем. Ничего себе. Инкрустация тут прям. Да. А это еще делается вот эта штучка. Ну, это волос. Да это волос настоящий. Конский, скорее всего. Наверное, сама будет тратить. Ручка-то какая. Шоробочка какая. Ну, да, да, я понял. Да, как ни у кого не было, так что... Крапила номер пять. Все идет по порядку. Крапила номер пять, а еще больше видать есть. Так она что, две тысячи? Крапила. Да что ты не знаешь-то? А вот куда его мокать, Баришка? Ну, воздух куда? Да мокать. Нет, нет, есть специальный сосуд. Специальный сосуд. Специальный сосуд. Леня, на магазин с этой стороны. Чуть раньше, чем дворец бракосочетания. Голубий. Я не понял, тебе что купить? Таня, тебе мама зовет. Тебе стыдно? Да, должна быть красивая. А что не покраснела так слабо? Водоследствия. Мне вообще не стыдно. Ты бесстыдно там. Я? Да. Есть такая у меня. Есть. Подарите мне. Мальчик, спокойно. Сружку мокать. Тебе никак не стыдно, а? Я понятен. Не забываю. Музыка сгорела. Ладно, брат, давайте. Это время это идет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, детки. Вы давайте-ка сюда садитесь. Не надо делами там. Да, да, да. Давайте шатай. Сюда. Сюда, садитесь. Идите сюда. Вы уже там деретесь что-то тупой ручкой. Не надо это отсекаться. Нет, какие-то тупые шли. Что-то друг дружку там таскаете. Отдельно вы отдельно. Все. Участвуйте активно. Да. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 12 по 14 стихи. Так, давай. Сестрички, там давайте. Все, заканчиваем. Так, все разговоры закончились. Заходите, занятия начались. Батюшка, блокируйте их там. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Смотрите, мы сейчас краску стираем. Так нет воли Отца на вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Толкование. У какого человека было сто овец? У Христа. Ибо все разумное создание, как ангелы, так и люди, сто овец, которых пастырь Христос. Так как он не овца, то есть не тварь, но Сын Божий. Он оставил девяносто девять овец на небе, то есть ангелов, и приняв знак раба, пошел искать одну овцу, то есть человеческое естество, и радуется о нем более, нежели о твердости в добре ангелов. Кратко. Это означает, что Бог печется об обращении грешников и радуется о них более, нежели об утвердившихся в добродетели. Можно? Можно. Это про чат. Про чат. Я читаю про чат рулетку. Чат рулетку. У меня такое было там в этой чат рулетке. Ну там не буду ни о чем плохом говорить и ни к чему. Я вышел в школу. В школу часто попадаю, очень часто. Дети. Я говорю, вы что там на уроке? Нет, говорит, у нас учителя нету. Я начал им рассказывать о Христе. Долго рассказывал. Ну минут 15 они меня слушают. А там какой-то гул. Пищат, визжат. Я говорю, кто там? Это девочки наши. Поворачивают, класс пустой. Там девчата сгуртовались. Там много их. Этих пацанов человек пять, может, всего. Я говорю, а что они просто так кричат-то? Я говорю, давайте сюда их пригласите, пускай садятся. И я сейчас буду рассказывать всем вам. Это же интересно. Узнаете много. Они, девочки, иду, и вас тут зовут. Идите сюда. Они такие, одни же видят, что там с кем-то беседуют эти пацаны. Они мне вопросы задают там. И они собрались. И вот так все сели. Все, занятия пошли. Я начал им рассказывать о Христе, о православии начал рассказывать. Ну недолго. Там несколько минут. Потому что заходит учитель, ну кто-то рыжий из взрослых. И говорит, так, что тут такое? Так, давайте заниматься там все. И вот у меня перехватили. Я говорю, очень жаль. Они, ну все, до свидания. Видите, нас забирают у вас. Свято место пустое и осталось. И это очень часто школьники. Ну там поменьше. Два-три человека. На интернете просто заходишь. Да, прям вот и там крутится вот так вот. Люди мелькают, мелькают. И ну десятый, пятнадцатый человек обязательно с тобой побеседует. Кто-то вот так вот, вот так вот раз, вот лежит. Кровать у него. И вот он вот так вот лежит. У него такая печатка. Тут череп вот такой. Ну бритый весь. Я думаю, ну не будет разговаривать. Он на меня смотрит. Я тоже смотрю. Перекрестился во имя Отца и Сына Святого Духа. Пойдет, пойдет. Давай. Давай, говори, что. И я начинаю рассказывать. Он не матерится, не ругается. Начинает вопросы задавать. Потом я-то сам тоже верующий. Я даже крещен в церкви. Но больше нету ничего. И я мог бы столько вот это рассказывать. И там мне столько попадались. Я не знаю. Ну у меня там часа три. Наверное, снимал. А выходил, ну наверное, раз может. Ну где-то на 30 встреч может больше было. Есть очень короткие. Я просто во имя Отца и Сына. А потом майку одел. Святой Евангелие. И один молодой человек такой. О, борода. А потом. Что? Эй, глядите, ребята, ребята, идите сюда. Глядите, тут Святой сидит. У него на майке написано, я Святой. А у меня крест и написано, Святой Евангелие. Ну вот у меня вопрос. Вот, Игнает Тихоянь, что-то батюшки опасения, что неотвержденные души, вот члены нашей общины, если вот послушают нас и вот скажут, что что это за чат там такой, там вот такие вот там рассказывают, там и булы, там туда, они благодаря нашей рекламе опустятся и там, говорит, они увязнут. То есть, ну, о грехах, вот, в общем, не надо его рекламировать. Это чат-рулет, батюшка говорит, из-за опасения, что там вот, ну, у нас плохие люди. Я смотрю, он говорит-то ни на чём, я снова. Он не видал ни до минуты. Ты посмотри, у нас около 20 роликов, и когда мы говорим, говорим-то, тем, которым вырекнул, ничего нету, это показано, к какой категории людей мы относимся. Дальше, слушай, слушай, мусульмане, один там нетрезвый. Наоборот, мы даём пример, что даже в самом низком где-то падении, человека можно найти. Один ролик из одного составлен, выше второй раз на него. Да уж что, попали опять? Да, Кирилл, опять на него попали, он говорит, я уже смотрел всё, что у вас в интернете. Почти пробеседовали около 40 минут на ролик. Ну, вот как вот к чему, как вот это относится, что мы читали, и пошёл искать овец. Да, одну, одну. Одну, единственное, вот там их оставил на небе. ангелов спустился на землю, и так же, ну и оставляем вот эту, и спускаемся, чуть ли не в преисподнюю. Так Сергей-то и назвал сошествие в чат-рулетку. Он и назвал это сошествие, мы ему и так тоже рассказали. И он, когда первый раз попробовал, понял, что да, действительно там надо сложно. И там правда сложно. Там готовиться надо к каждой встрече. И все встречи одинаковых не бывает. Я лорик высопил, вы это, быстрый лорик, что такое чат-рулетка, и кому она до зареза нужна. Я полностью объяснил, кто это изобрёл, его биография. Пацанёнок, 17 лет, учился на двойке. Экзамены, говорит, мне надо не сдать, я не круглый отличник, надо что-то придумать. И он придумал встречи, ничего не обязывающей. Я когда посмотрел, встречи только на блуд, больше не на счёт. Нет, не на счёт. Я не главное фотографируюсь, а вот так вот, и дальше показывает мерзость просто, всё. Да это редко тоже бывает. Вот всё на нашем ролике объяснено. Вы говорите об этом. Что мне советовали, как беседовать, как. Вот на точку нажми, это мы в Америку попали. Вот так нажал Германия, Япония. А оказывается, она система их высчитывает, русскоязычные. А мы по-русски, на русском чате находимся, и одновременно человек выходит, и написано Германия. Это на нашем чате. А туда я попробовал, всё одинаковое. На 35 человек только один отвечает, в среднем. 35 я должен пропустить мимо, когда один изъявил желание, которое изъявило желание из этих, может быть, из 10, которые по-настоящему. Мы тогда всё объясняем. И мусульмане, и разные люди. А ты не был, не видел, что ты можешь сказать. У меня же неудачная попытка. Это мой труд. Златовуц говорит, он выше оценивается, чем когда кто-то обратится. А обратиться, ты сейчас награду получил в радости, что пришёл. Бог судит труды. А я потрудился, а не деньги пришёл, полная награда твоя. Но Златовуц говорит, ладно, пусть награда будет меньше, только обратитесь. А там выхожу мусульмане, много их там лежит. Это процентов 80, наверное. И узбеки. И один сразу сходу задаёт вопрос. Один, главное, передо мной, а задаёт какой-то сбоку и говорит, слушай, уважаемый, а как так, чтобы вот ваша православная за меня вот замуж вышла? Это можно такое или нет? Это же она должна стать мусульманкой. Прям прямые вопросы задают. Я говорю, зачем тебе это надо? Я говорю, там же есть всякие у нас неверующие и так далее. Э, нет, такой, нет. А что верующий? Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой ещё одного или двух. Дабы у стами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытать толкование. Дабы ты, соблазняясь, не пал совершенно духом от того, что соблазняющему укражает горе, я хочу говорить, чтобы ты в случае соблазна или вреда обличал обижающих и вредящих тебе, если они христиане. Итак, если обижает тебя неверный, в таком случае отступись и от имения своего, если же это брат твой, то обличай его и только, ибо не сказал «досади ему», но обличи. Господь хочет, чтобы согрешающие обличаемы были сперва наедине, дабы от обличения при многих не сделались бесстыднее. «Если же не усрамиться и по обличении при двух или трех свидетелях, тогда объяви о грехе его предстоятелям церкви, ибо когда уже он не послушает двоих или троих, несмотря на то, что по словам закона при двух или трех свидетелях, должно стать, то есть быть твердо всякое слово, то остается только, что он вразумлен был церковью. Если же и ее не послушает, то пусть будет отлучен, дабы не заразил своим злом тебя и других». Уподавляет таких братьев мытарям, так как мытарь был предметом особенного презрения. По отношению же к обиженному это составляет утешение, то есть что обидчик его посчитается мытарем и язычником, то есть хищником и неправедником, или грешником и неверным. Вопросы задавайте. У нас бы интересная была жизнь в церкви, если бы вот так вот мы действовали. Ну я думаю, что им это урок, когда они пришли, один что-то там вышел, я их тут остановил, я говорю, если был не архиерей, мы ради архиерея, их экономят и катадам показываем, когда с архиереем, ради архиерея, он отвечает, это его паста, я за них не отвечаю. А так бы вы не зашли, сюда с соглашенными стояли. Зачем берите? Мы были вверхом, да? Еще и в алтарь заходят. Да, еще в алтарь заходят. Но один с соглашенными выходил. Кто он такой, зачем был здесь, я не знаю. Он вообще не принимал участия. С мальчиком привозил. Кто-то его пригласил. Брит, тоже, как все. Это Зинин муж? Это муж Зины. Зины муж? Зинин муж? А как он? Стоял в коридоре в Одессу. Это муж Зины. Зины? Зины наши. У Алтаря стоял, он здесь в этом. Он будет с такой бородой, как у вас. У Алтаря он не стоял. Он стоял здесь. У Зины был муж здесь. А о нем ли вы говорите? Он выходил. Он выходил. Мы не обидели, ничего, сказали, что пояс был, когда шли. Больше ничего я не говорю. Она сейчас, я держу, 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 держу. Больше всех приведут. Вы, наверное, перепутали. Я хотел спросить, давайте, что. Вот этот крест тебе дали. Тебе за него платить надо что-то, нет? Его отобрали у меня. Отобрали? Ну, конечно, обратно отдал и все. В смысле? То есть ты теперь, думаю, имеешь право-то и как купить, и носить? Да, конечно. А он крест обратно? Ну, он, молодец, себя снял, пока наградился. Да, я его сам снимаю. А эти... Это он во время, видимо... Зато вон момент какой-то. В момент был, я же прослезила. Ему пришла в гости ответить деган. Ну, молодец. Да, ну, Василий. С ним хорошо прошлось. Все, а тебе-то нужно его покупать-то? Он говорит, ты не одну тысячу стоишь. А как же? Я сейчас не имею права без него. Батюшка, ну, да. Ты на нас видели право. Потом он улыбается. Он говорит, хорошо, хорошо. А теперь говорит, да, это не нужно. Нет, нет. Хорошо, что есть, но не обязательно тебя это награду наносить. Ты про себя знаешь, утешайся, что она незаконная. Мы еще были, когда все втихие. Мы, я облачаюсь. Там приехали мы в Шабыкино. А надо все эти. Регалии. Регалии. А я не нашел ее. Там было все облачение. Это не мое было. Там я не нашел ее. Он говорит, что ты почему так? Вот тебе, значит, эпитемья. Там сколько-то это. Во время службы мне эпитемью дал там покаянный канон, что за пренебрежение к священническим одеждам. Это за награду, а за твою же? Да. Он говорит, что я ее не надел. Ну, ладно, отслужили ему службу, когда на трапезу там уже пригласили в престольный праздник. Он, ладно. Это все, прощаю. Хорошо. Так ты наоборот хорошо взялся. Скажи, это для тщеславия только. И для чего больше? Для ихнего тщеславия. Я посмотрел в Дьяхана. А икону не забрали? Нет. А вам за нее не надо будет? Нет. Это для общины подарили. Ты видишь Дьяхана, какой нарисован? А такое вот что-то там. Финтиплюшка. Крест четырехугольный, ровно полосы должен быть. Да мы-то знаем, вы нам что рассказываете. Однозначно. Какие же вы прям... Вы абсолютно не воцерковленные. Вообще не. Особенно меня умили... Не воцерковленные. Абсолютно. Особенно меня умилило, когда мы за воинство, павшее на поле брани, по полной программе помолились. Помолились, а ты же можешь сказать о мире или не о мире. Аминька, когда скажешь, тогда молит твоя. Три дядь не упали на поле брани. Уходили они, ну, крещеные, верующие были. Ну-ка. Я всегда заказываю, я их поминаю. Не вспоминаю. На прокомедии. Мануил, Филарет, Макари. Получилось очень хорошо. Я ему очень благодарю. Ладно. Я пригласил гостей. А пацанята не поняли даже, какие книги вы им предлагали. За бесплатно. Вот сейчас вы мне дали бы, Игорь, на. Я говорю, да давайте с удовольствием. Да я объяснил, что-то. А я достараюсь. Теперь объединено все в одной книге. Как он книгу-то взял, не потерял тут? Ну, он, Владыка, передал Дьякону ее. А, ну, значит. Так а вы сначала прочитали, а потом дали. Это книга, если они по ней будут жить, от них знаешь, что останется? Вчера мне они пишут. По интернету. А знаете, как я вот на вас нашел? Я много искал, то, другое. У меня товарищ был, я его все слушал. Он говорит, 20 роликов по откровению выставил. Эсхатологию проповедуют. А говорит, я когда на вас нашел, я этот материал у вас нашел. Я ему сразу сообщил, к которому он там, близкий был. И тот сразу раскаялся, и все свои материалы аннулировал, и пришел на ваш канал. Вот, Господь, какую показывает силу. Вот это, вы сказали, 30 тысяч подписчиков, это кажется немного. Но зато каких 30 тысяч? Это не просто прошли мимо. Да, это уже люди, которые верующие, действительно. Они еще... Змей задушил льва, и показано. Змей, питон, льва окружил. Я тоже туда сунулся, посмотрел. А там нету ничего. Нету, нету. Нет, 9 миллионов посетителей. Обмануты среди них и я. Но я хотел посмотреть, как он со львом там мог поправить. Ну вот теперь и ты там уже в числе... Тебя же засчислили там? Конечно. И тебя посчитали. Да, посчитали. Как только ты зашел, все просмотрит, чекнуло. Да. Другой сейчас вот вчера, позавчера Володя отправлял книги. Он в Англию. А я не захожу. А живет в Латвии. Ну и все это пишет. Пишет латинскими буквами, но пишет хорошо. Я вот посмотрел, то другое. Вы, конечно, я принадлежу этим сектантам, как вы называете. Но мне очень вот эта охота узнать. И он, Новый Завет, трехтомник. И, конечно, православие, только напишите его. Я говорю, трехтомник и Новый Завет с пересылкой стоит 200 долларов. Он тоже перевел, я пошел, получил и сразу ему послал. Он говорит, я в Латвии получил. Я говорю, ты можешь перевести статью, против меня написанная была статья. Отрицательная. Я говорю, да. Примерно 1962-1963 год, осенью, когда я только... Я только обратился, и там у нас в день рождения одного были бы, и они... Я там сижу, вот так склонился. Лапкин, грамотный человек, облуждает параллельезному болоту. Игнать Иванович, а почему 200 долларов-то они стоят? А сколько? Ну, сами посчитай, сколько 200 долларов. Ну, так это по тем ценам, когда я издавал, они стоили столько. Цена не поднимается. 200 долларов это будет 14 тысяч. С учетом всей инфляции, которую я издавал. 14 тысяч будет. Разве у вас плата стоит 14 тысяч? Еще раз говорю, еще когда я издавал, по тем временам я беру. Еще не поймешь, что никак. Тогда доллар-то 30 рублей стоил. Цены-то сегодня какие? Сегодня эта книга не столько не стоит. Я все сделал как надо. Полный комплект вот этот вот стоит 750 евро. До заграницы. А дома у меня другая цена здесь. Здесь 24 тысячи. 24. 500, кажется, что ли. И он все, выписал. Ну и дальше. Работа идет. Я ему с архиереем зашли. Развели мужика. Ко мне в комнату. Я ему открыл. Говорю, журнал Покров ваш. Смотри, что пишут. Спорят. Как лапни на труды. Вот тысячи людей пришли. Говорит, ты православная церковь. Это вы куда делите? Он говорит, да, да, да. Я говорю, так это, говорит, хорошая статья. Я говорю, хорошая. А я думаю, что плохо его написали. Он заступиться хотел. Сейчас у меня там был. Я ему открыл. И он прям на экране все показал. Нет, я говорю, статья хорошая. Пишет доктор Богословия. Зачков Павел. Вот за эту неделю сколько новых людей пришло. Я даже не могу сказать. Мы смотрели. Говорит, нас Господь сразу коснулся. И мы поняли. И с этими, которые где Нади-то нету. Нету, конечно. Да. Митчелл. Стив Митчелл. Он получил от меня о войне. А он против войны. И так принял. Если у вас что-то еще есть, мне высылайте все. А я пишу по-русски. А потом на английский. А английский берет 6 страниц только. А у меня их, допустим, 60. Я должен русскую теперь точно разбить по страницам, запустить 10. И теперь по одной закладке переводчика, она переводит. Теперь английский я брать, копировать, туда нести. И вот так вот я. И вчера за ночь я это сделал. Ему отослал уже о благовестии. А крещение послал, он получил тоже. Это большой материал. Переводчик переводит. Вот если я не включу русский, перевести на английский. Она сразу, ну, примерно 3 секунды, если это большой материал. Если меньше, то меньше. На японский, на грузинский, на китайский. 95 языков переводит машины. Я сначала на русский должен написать. А мне интересно, Игнатия, она переводит Андрей. Машина, она его не знает, такое слово. Переводит Андрей. У нее что-то там заедает, видать. Главное, сколько у вас канонов. А она переводит, сколько у вас пушек. Я бы еще лучше. А канон, канонирует, это пушка. И она канонирует, а каноны, это она не знает система. Ну, я поправил по-русски-то. Каноны пошли. Это я ему этому пишу, который в Америке. Сколько у вас пушек? Которого товарища вас ждет здесь-то. Это Джастер. Джастер. Волкер. Я вижу, он вот так, разговаривает со Смирновым Дмитрием. Ну, я тебя, Дмитрий, спрашивает, как? Да я вот приехал из... Нормально, сиди с тобой, вот так. Ну, я приехал, нахожусь здесь, только... Это смеется так. Как козел. Это он, это объяснование. Это демон, это не он кричит. А это его друг, я написал. Я смотрел на его глаза и прощу, он совершенно ненормальный. А где? У харизматов был. И у них называется святой смех. Он выпросил. Он разговаривает хоть о чем. Итак, ты картошку выкопал? Да нет, буду завтра. Рот почти не открывается. Вот такие глаза делают и... И опять дальше разговаривают. И тут никаким надо больше, чтобы не понимать. Я тогда написал, говорит, это его друг, я написал. Ваш друг бесноватый. Я смотрел на его глаза и как она хохочет. И выписал все места. Горя смеющимся ныне. Блаженный плащущий. Праведник Ельба тихо улыбнется. Они счастливы, смехи показывают зубы. Все места выписал. Мне сказали, очень удачные места. В Солнечном районе он купил 100 гектаров земли, купил. И там юрты поставил, уже там хозяйство разводит. Да не разводит хозяйство. Сейчас он как раз с отцом сидит, забыл новый ролик. Вопрос стоит. Будет или нет. Дом построил в этом году. Ему там наняты были люди. Построили дом там. Ну как по-американски. Дощи-то там и прочее. А юрты в стороне стоят где-то. Он был в Красноярском крае, ничего нет. И здесь еще нет. И гражданства нет. Он приезжает, на сколько-то дают им на 4 места. Возвращается, потом обратно должен прийти. Это Митчелл или вот этот? Нет, это. Который, э-э. Это зашли с вопроса церкви. Это Уолкер. Игорь показал меня. Я сразу сказал, он больной. Это так не может быть здоровым. А вы видели его? Я не видел. А как ролик хоть называется, посмотреть на него? Я не могу там сколько роликов у вас. Экономичное, кажется, создание еще. А там найдешь его там. Запиши его. Или можешь так сказать, смешной молочник. А, смешной молочник. Смешной молочник. Ну, чего нет. И ни молочник, ни молока. А я думал, на браковой это был. Его козы. Он коз дует. Смешной молочник. Он там оборудование все завел вчера с отцом. Сидит рядом отец. Отец у него когда в начале перестройки приезжал сюда. И он с ним мальчишкой был. А что он остался знать русский-то язык-то? А у того отца свой бизнес. Он все делает. У него, говорит, деньги есть. Он вам подпитывает. А этот-то который? Этот Митчелл. Стивен. Стивен. И этот, говорит, все. А мой-то друг не понимает, говорит, меня. Я вообще не доволен. Он не доволен, что я принял православие. Я ему говорю, стерковь одна. Какое мы имеем основание? Основывай другую церковь. Который к нам-то хотел приехать. Да. Он хочет приехать, посмотреть. Но он уже очень прилепился к нам. Он нигде такого не найдет. А он любит благовестие на этом. У нас есть где благовестие. И смело он выставил против войны, против присяги. Выставил два счета вот таких вот. И написано там во, там эгент против войны и все места. А я ему как ахту вот от материал наш. Против войны как где-то. И он говорит, мы прочитали с женой. Я с каждой строчкой на 100% согласен. Ну вот куда делай. Серьезно, вот такая борода у него. Десять детей свои и четверо приемные еще. И с ним какой-то старый священник. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Толкование. Ежели ты, если ты обиженный, будешь иметь обидчика своего, как мытаря и язычника, то таким, говорит он, будет признан и на небе. Если же разрешишь его, то есть простишь, то прощен будет и на небе. Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники. Но и то будет или связано, или разрешено, что мы, быв обижены, или связываем, или разрешаем. Тогда вопрос беспополцы задают. А зачем тогда священники, если нам такая власть дана? Речь-то идет не о прощении грехов. Прощая грехи только через священника идет происходит. Еще. Что говорю? Что? Володя говорит, речь идет здесь не о прощении грехов. Прощают грехи только священники. Игнать Иванович, ключ дайте Игоря. Да это, сам пойди. Заберусь, все, недолго. Ну вот, нам блаженный фифилак толкует. Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники. Но и то будет или связано, или разрешено, что мы, быв обижены, или связываем, или разрешаем. Ну что он нам, фифилак, как, как, есть большая категория людей, которые, мы сами, говорит, священники Богу, и фифилак это свое отполкование, или мы не так его понимаем. Но речь говорит, мне кажется, что здесь как бы о проклятии, что ли. Что закрыто для неверующих. Вот закрыто, значит, все. Нет, то есть... Вот речь между верующими идет. А, верующие так говорят. Так это вообще тогда, что у нее совсем не верующие? Дело в том, что у нас же стоит, вот что наше написано, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы не можем не прощать. То есть нам обязанность это стоит. Даже если ты на кого-то какую-то обиду имеешь. Да, обязанность-то обязанность. Но здесь же говорится, что если... Если свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет и связано, и разрешено. То есть мы можем либо простить, либо не простить. Это вам, батюшки. В зависимости от того, как просит человек прощения. А то, может быть, он тебя обидел, да сроду и не... И еще десять раз тебя обидит, а пойдет на источник, скажет, прости Господи. Ты десять раз будешь прощать? Сколько Господь мой должен прощать? Ну, батюшки, спроси. Связано на небе. А что ты уже объяснишь? Батюшка, а не судно нам грешеному угодит? Нам хехелак болгарский толкует, что... Вот еще раз считают. Много рассказать. Толкует местописание такое. Матфея 18, 18. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И хехелак там толкует. Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники. Но итог будет или связано, или разрешаемо, что мы, быв обижены, или связываем, или разрешаем. То есть сектанты, они отвергают священство, они могут снова... Ну вот же Филак растолковал, зачем священник, если у нас такое право есть. Мы можем прощать обидчика. А если мы прощаем православным, давайте так рассмотрим, то мы не должны прощать обидчика? Итак, уходите с этим, в вечность, с обидой на кого-то. Мы даже здесь, на земле, да не взойдет солнце в огне вилать. Так? Да. Это он кому говорил? Всем. Ко всем или нет? Кому он это сказал? Ко всем. Ко всем должны прощать. Нет. Сам это стихообращение, кому здесь оставить и оставиться, а кому не оставить, кому он это сказал? Ну в данном конкретном случае он всем сказал. Ну, берегу впереди. Ко перед кем он это говорит? Если же согрешит против тебя брат твой, 15-17, подойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех светилей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь. Вот. Вот он ответ. Дальше он говорит. «Истинно говорю вам, Христос, кому вам, не священникам, всем, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Ефеофилак толкует. «Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники, то есть прощают священники, но и то будет или связано, то есть или прощено, или не разрешено, что мы, быв обижены, или связываем, или разрешаем, или прощаем, или не прощаем». Ну так, если ты можешь, ты имеешь право не простить, тогда и Бог тебя не простит. «Тогда и меня Бог не простит, да?» А за тобой это право остается простить обидчика или не прощать? «Пожалуйста, не прощай, но тогда и тебе не видать прощения». «Вот, тогда и тебе не видать прощения». «Понятно, ну смотрите, тогда, получается, выбора нет. То есть всегда прощать. Всегда. И сколько раз?» «Но если ты желаешь, чтобы Бог тебя всегда прощал, тогда ты тоже всегда прощаешься». «Это понятно. Бог прощает только тогда, когда просят прощения. Каются когда?» «Тогда каются. А когда не каются, то и нет прощения. Нет прощения не раскаившимся грешникам. Нет, правишься когда…» «Он тебя обидел». «Куда прощаешься?» «У тебя обиды на него, а он не прощает. Он не просит, Галя, прости меня, пожалуйста. Как ты его простишь? От сердца так вот, взяла, простила. Вот как-то надо прости». «Он тебя обидел, тебя обидал». «Но ты, говорит, первый, приди к нему и скажи, брат, прости меня, давай как-то смирно». «Ты, говорит, этим подвиженся к миру, вот ты будешь как миротворец». «Если ты первый, даже ты обиженный, но ты придешь к обидевшему тебя». «Да, да, это вот есть такое местописание, если ты вспомнишь, идя в храм, ну или в церковь, что имеет против тебя брат твой, оставь жертвенник твой, иди прежде примирись с братом». «Он тебя обидел, а тебе в обязанность сказано примириться, потому что Бог говорит, пока ты не примиришься с ним, он тебя обидел». «Матфея 5 глава, 23 стих, что меня побудило, сюда приехать и просить у всех прощения». «Ну и что, еще непонятно это здесь, и что, я не знаю». «Да гречи, на фиге». «Что вы на этом останавливаетесь?» «Как сектанту объяснить?» «Да что ему объяснять, если он не верит в Слово Божие, ему не объяснишь». «Да там говорит, нефеофилак тут объясняет, ведь ваш православный архиепастор говорит, что, еще раз он читает, «Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники». «У нас нет священников, я сам могу его…». «Ну и пусть он на этом идет, его что докажет?» «Сергей, мы сейчас привели много мест в Писание». «Они все спасенные, понимаешь? Ты не спасенный, ты спасаешься, а он уже спасенный. Он сегодня только взял в руки Евангелие и говорит, «О, я спасенный, все, я знаю Христа». «Признаю, он говорит, признаю». «Да, признаю Христа, я спасенный теперь, все». «Это его мнение, человек, это обманчивое мнение, вложено от сатаны, это вложено, то есть обольстительное, обольщает. Что ты спасен, тебе больше ничего нет, а ты спасенный. Я спасенный, я спасенный, все уже. Теперь согрешишь ты, не согрешишь, там кается только Богу. «Ой, Господи, я согрешил, прости». Остальное место в Священном Писании он не видит. Где апостолам Господь говорит, думал на них и сказал, «Примите Духа Святаго». Кому простите, тому будет прощено. На ком оставите, на том останется. Кому, почему эти места они не берут? Даже вот это вот место, тут оно дальше, по нарастающему. То есть, если тебя обличил человек, ты сначала иди, обличи его. Ну, обличил, сразу по интернету его обличить, и все. Если согрешил против тебя, не обличил тебя, а согрешил против тебя, тогда ты иди, обличи его. Вот, обличи его один на один. И если он у тебя попросил прощения, то ты приобрел брата своего. Уже и к священнику идти, пусть он сам идет, просит у Бога тебе прощения за то, что тебя обидел. И уже свидетели не нужны. И уже свидетели не нужны. Ну, а коли нужны свидетели, да еще и церковь, тогда ты и сектанту скажешь. А зачем тогда вот это вот, ну, обиделись, простились друг другу, да и все, и на исповедь не надо ходить. Но здесь, ты скажешь, призови свидетелей, если свидетели, потом скажи церкви, а если церкви не послушают, а зачем тогда вот это все так, ну, да и сектант ее задел. И он тогда станет в тупик. А если не надо, а зачем тогда церковь? А за тем, что ты сектант вне церкви находишься, ты по своему уме обрезал вот это вот ползинка. Для него это и есть церковь, то, где он находится. Они каждый говорят, это у меня церковь. Они же тоже считают, что они в церкви. Там написано в церкви, он призовет церковь, у него есть церковь. А в нашей церкви идолопоклонничество. Тут не тот, кто какой-то Сергей. Здесь освященство надо говорить. Я как раз освященство и говорю. И еще ты как-то вот говоришь, что вот в толковании. Что, разве сектант читает толкование фефилакта болгарского? Да. Да, ну, у них Библия, это не у каждого сектанта именно синодального перевода. А какой-то там свой перевод. Ну, они прекрасно знают. У баптистов, у пятидесятников, у этих церков. Ну, есть какой-то новый перевод баптистов. Это новый перевод у других, там, у субботников и у льговистов. Но они же тоже сектанты. С ними тоже бывают, наверное, у братьев беседы. Обращения из баптистов есть. Из баптистов же есть не только православные, знаю, старобрядчица есть. У старобрядцев, две семьи из баптистов. Вот так. У Новосибирске есть из баптистов, старобрядчик. Я говорю, как, баптисты, старобрядцы, это вообще удивительно. Но чтобы из ее гавистов было в православии, это уже нет. Нигде не встречается. Наоборот, есть из православия. Ну, как, знаете, конечно. В православных из ягавистов нет. Почему? Потому что это уже более секта такая, которая, она уже там, просто хульная. А баптисты признают Святую Троицу, признают Иисуса Христа как Сыном Божиим. Пятисятники тоже так же признают это. Поэтому из них обращение возможно. А из ягавистов уже невозможно. Ну, Рахиль. Нет, может быть, и возможно, но нет случая такого, ни одного, чтобы был ягавист и стал православным. Лена Кеняйкина была ягавистом, ходила. Она ходила, но она не была ягавистой. Она просто для интереса ходила. Да. А что значит быть? Принять к вещению. Она уже была чуть-чуть готова. Калина Раванна, которой не сили, на второй Кубайкина. Кубайкина ходила к этим. Тоже, она ходила, но она не была активна. Она ушла-то из православия. Она была активна. Кубайкина к ягавистам ушла. Она сейчас где? Они к ней ходили, к ней ходили в дом. Она уходит в храм Андрея Первозванного. Это там на горе где-то? Да, регулярно ходит в храм и на занятиях постоянно. Там это детская, по-моему, больница. Там Ирина, что ли, у Синова лежала с этим, со Степаном. Не знаю, где это. На Юрина. Юрина, да? Я ее недавно встретила. Мы с ней разговаривали. Детская больница. Так же одевается, как у нас. Она против, на блоке. Здесь одевается. Даже на хвоточках. Игорь, сейчас живы? Вот, брат, задай вопрос еще раз. О чем рассуждали? Уже разобрались, конечно. Тут нас смутило толкование. Такое, что вот Филак говорит. Болгарский. Его не то только бывает. Девочка молиться просили. Арианда. Ариадна. 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 Ариадна, это, где-то у Устиновых, там, они знают. Считает. А то я молюсь, надо, не надо. Я не пойму, что это за анговор такой. Ну-то можно отложить-то когда-то. Никуда же мы не денемся. Третий раз начинает, но внимание. Толкование. Еще раз. Будем возвращаться к этому. Ну вот еще, да. Неведачу про него. Ты просто стих Писания этот последний прочитай и толкование. Ну вот. Иван говорит, Матфея 18, 18. Христос говорит. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Толкование. Ежели ты, обиженный, будешь иметь обидчика своего, как мытаря и язычника, то таким, говорит он, будет признан и на небе. Если же разрешишь его, то есть простишь, то прощен будет и на небе. Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники, но и то будет или связано, или разрешаемо, что мы, быв обижены, или связываем, или разрешаем. Еще непонятно. Ну, непонятно. Зачем тогда священники, если у нас есть власть такая прощательная? Да конкретно. Я и ты, когда мы где-то. А если не я и не ты? Я был небрежный. По моей небрежности погиб ребенок. На тормоза не поставил, заводил, она тронулась в место и задавила. И кого прощать? Ребенок-то мой, я своего ребенка задавил. Теперь как перед Богом? Кто прощать меня будет? Ясно делал для этого священства. Разрешают. Это убийство какое? Ненамеренное. И оно по-другому оценивается. Какое бы ни было ненамеренность, священник осистили на дуруем, все, сам снятый. Он уже не может. Может там в церкви считать, а ничего священнического делать не может. Он теперь решен благодати. Так толкуется закон. Там гангский какой-то. Вот и все. А когда между собой не ладимся. Вот простили, значит, таким и предстоит он там. А это теперь священник здесь утверждает, что правильно, неправильно было. А всегда ли надо прощать? Вот вопрос. Вопрос. И человек говорит, я тебя говорил, на тебя такое, я могу простить. А он говорит, в прошлый раз мы у вас были, я вышел, говорит, я так, ты даже не видел, сколько раз я на твои иконы плевал и растерял. Он как бы против меня, а на самом деле не против меня. А кто его будет разрешать? Только на исповеди. Без этих священнических рук нет отпущения смертным грехом, говорит Англо-Таус. И весь сказ. Ему для этого не надо ничего. Достаточно быть чистым, незапрещенным. Нет грехов, которые никаким образом прощать не в чем даже. Ну а если один другого обидел, а прощения у него не попросил, а у Бога попросил? Это нет, сначала пойди положи дар у жертвенника, у креста, а потом иди попроси прощения, тогда возвращайся. Тут тоже описано все. То есть, фактически, если мы Писание понимаем правильно, оно отвечает на все вопросы. Мне пришлось как-то выступать в Новосибирском академгородке, а там зал огромный такой, там одни профессора, да, академики, наверное. Я с Библии вышел, показал, говорит, эта книга отвечает на все вопросы. Мужчина спокойно поднял руку, что-то хотел сказать, да. А я не верю в это, что она может отвечать. Ну что я должен отвечать ему теперь? Я ему сразу в ответ отпарировал. У вас что в руках? Он говорит, Библия. Можете задавать три вопроса, любые, политические, экономические, социальные. Если я на них отвечу правильно, вы перед народом встанете, попросите прощения, что людей обманывали, что она не дает. Конечно. Ну давай первый вопрос. Задал вопрос очень сложный. А я его как раз и занимался, он у меня разрешил на же вопрос. Я ему ответил. Он подумал, я согласен. Теперь второй, третий. Все три вопроса я ему разрешил. Он встал, повернулся к залу и говорит, я виноват был, простите. И сразу вышел из зала. Я говорю, а кто это? Да это профессор там теологии или что-то преподает. Я говорю, Библию знает. Так он бабкистом ходит, который год говорит. Он уже что-то знает. Видишь, у каждого свое. И вот это свое надо ввести в это русло. Вот мне, вот это опустили сатуру летку-то. Администрация дает советы. Наша администрация. Приехала ко мне на дом. Это знаете, первым делом людям говорить, какой возраст. Вашего возраста здесь в чате нет таких. А дальше скажите. То есть он говорит, то я должен говорить, что я говорил в каждой библиотеке. 650 библиотек. Незваный, негаданный, незнакомый. Я явился. Здравствуйте. Я ваша теща. Но я не могу так сказать. Я должен вызвать доверие к себе. А обо мне они ничего не знают. Они только в интернете плохое найдут. Дальше должен у них вызвать доверие к книгам. И дальше, что они книги берут, даром расписываются, ставят печать. Обещаются книги беречь. Это все у меня не больше 15 минут. Это невозможно, говорят. 650 раз испытано. А этот человек приехал мне и говорит. Надо вам сначала это сказать. Заинтересовать человека. Это надо. А когда увидят, что вы такой, да еще шли по тюрьму. Вы уже все выиграли. Дальше вы начинаете говорить. А говорить-то я буду о Боге. Он остался тот же самый. Ко мне у него интереса, а к делу, о котором я хочу говорить, нету. Поэтому мы с Володей сидим. Ну там, если какой-то. Вот показывает себя такая. Ой, вот так вот. И вниз провольнулся. Он нас вырубил. Уже назад не вернулся. Девчонки сидят, жуют что-то. Потом, ой, вот такие глаза у них. Я говорю, что грешницы спрятались-то? В власти. Суд наступил для вас. Вот. Вот когда на нас видят, а другой сидит такой в очках, в галстуке. И так внимательно смотрит. Мы секунды две-три молча смотрим. И он не уходит. Он должен кнопку нажать и исчез. Другой пойдет. Молчит. Тогда я крещусь. Володя тоже крествует. Мы православные христиане. Мы пришли на этот час, чтобы людям рассказать о Христе. О его голговской жертве. Володя показывает. Грехи всего мира он взял на себя. А сколько тебе лет, они его спрашивают-то. На один раз отмечали где-то. Ладно, ты молчи на меня, пусть он отмечает где-то. А это мусульманин. Мусульманин. А я на вороте сталкиваю. Мы сразу должны говорить о Христе. О спасении. Он говорит, Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Он говорит, Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Он забыл. Это Иисус Великий. Аллах Великий. А я у нас Иисус Великий. Он так и называется. Великий первосвященник. Дома. Ну а дальше мы стали разговаривать. Я говорю, а вы знаете, что у вас есть такой Ибрагим? Ну да. Это Авраам. По-нашему Авраам. А Сулейман? Сулейман это Соломон. А Иса? Иса это наш Иисус. Так он пророк. Он пророк и бог. Второе лицо Троицы. Так столько богов. Теперь я полностью зашел на его платформу. Здесь я уже должен быть по-мусульмански. Я ему должен вызвать доверие. Я говорю, мы ночевали в доме у Маллы. И беседовали. Ролик. А у нас записаны все открытым оком. Во свете Библии. Сайт форума. Игнатия Лапкина. Ну я написал так. А Надежде Васильевне дали. Она красивая. Я салаз поднимаю. Вот наши ресурсы. Другой сидит и тут же набирает. И говорит. О, я нашел сразу. Ну в течение нескольких секунд буквально. Ну дальше разговор. А другой начинает спорить. Мы не спорим. А он начинает спорить. Вы обманщики. Вы лицемеры. Я говорю. А как вы узнали, что я лицемер? Меня судили. Да про прабабки все исследовали. Во мне нет лицемерия. Я за то, что не лицемерия и пострадал. Я прямо говорил государству. Прямо сказал про Ленина. Про КПСС. Христос воскрес во истину. Воскрес. Пойдет КПСС. Как меня там начальник в тюрьме вызвал. Мы тебя тут сгноим не выйдешь. Я говорю. Библия говорит так. Библия говорит так. Он посидел маленько. Ну наверное так и будет. Тот же самый человек, который мне сейчас так и говорил. Я говорю. Анатолий Иванович. Именно так и будет. Библия сказал. Ну стучи нас попозже маленько. Вот как мы зашли в щад. И вот это вот так так и появляется кто-то. Ну мы не знаем. Он что будет говорить. А другой. Ах мать. Перевать сразу материться. А может записали. Теперь надо его найти. Мы сначала целиком записывали. Там матерки все выстояли. На нас как пошел. Тогда нашелся этот. Кажется Астахов Николай. И говорит. Я проверю. Я беру на себя. Проверил. Что надо. Вырезал. Затушевал. Запрещал. Все поставили. А другой. Начинаем говорить. Итак. Мы о Христе. В это время Володя на пульте. Верит, что разговор пошел. Он включает. И получается. Мы начинаем как будто оборвали. А в среде оторвали. Только мы приглядывались. Несколько секунд. Он. Будет сам мне говорить или нет. А другой прям сразу. Раз. Даже. Ну доля секунды. У него рука все время на пульте. Если бы это зашла та какая. Он сидит раздетый. И показывает. И удовлетворил его. Он бы не выключил нас. А вдруг. Девчонки сидят. Мы начинаем говорить о Боге. Вы грешности думаете. Ничего делаете. А что. Дальше говорим о Боге. О страхе Божьем. Ты хочешь после смерти в огне гореть. Страхом спасаете иных. Вот так. И у нас все это. И такой бывает небольшой отрывок. Ну минуты две. Ну ладно. Я тороплюсь. Они торопятся как попы. Вот они все время попам. Некогда. В церкви некогда. Он бежит то ли кафести считать. То ли машину менять. Не поймешь даже. Некогда. Некогда. А вот другой начинает. А вот по вашему справедливо. Вот вы верующие. Вот церковь все торгует. Святую воду за деньги продают. Знаю. Неправильно. Это не должно быть. Как неправильно. Так вы же. Вы что староверы какие. Я говорю. Корни наши. И старообрядцы. Беспоповцев. А теперь монаши. Так вы и патриарха признаете. Гундяя этого. Ну как признаем то. Он верующий. Да какой он верующий. Миллиарды нажил на табаке. На водке. Я должен его успокоить. А этот ответит за себя. Сейчас под тебя говорю. Почему ты бритый? У меня наколки. А зачем наколки? Написано. Не делайте письмен на самих себе. А говоришь православные. Посты соблюдаешь? Нет. Но я же хожу и исповедуюсь. Ни посты. Ни библии не считают. Мусульманы. Ни одного нет. Который знает Коран. Я говорю. Вы точно такие же. Как наши православные. Главную книгу не знаете. Что самое ценное мусульмане? Ну. Ну. Не могут сказать. Я говорю. Намаз. Самое ценное. Намаз. Пятикратная молитва. Вы все дела забываете. Головы резать некогда. Все на колени. Вот гнулись. Это самое ценное. Молитва. И показывают сразу четки. Мы меняем немножко тактику. А которые советуют. Они думают как лучше. Теоретически. А с людьми так не бывает. Люди разные. И даже очень разные. А я вот. Я живу в деревне. Другой. А у меня все есть. Экологически чисто. А Бога знаешь. Не знаешь. Зачем живешь? Володя спрашивает. Какая цель вашей жизни? А у вас какая? Прославить жизнью Христа. И быть с ним в вечности. Коротко и ясно. А другие. Игнатий Тихо. Она говоришь. Уйдите с этого. Сейчас такие вы силы. Нервы тратите. Они погубят вас тут. Я переживаю. Ну конечно. Это очень переживательно. Он начинает хулить. Я верю богам. А другой. Я говорю. Слава Иисусу Христу. Слава сатане. Я сатане поклоняюсь. Я говорю. Сатаной ты и будешь там. Молодой. Мы люди абсолютно разные. И я должен его попытаться как-то расшевелить. И таких бывает 10 разных встреч. И тогда это один ролик. Я отсылаю в администрацию. И там они слипят их. Уже мы наверное 4 ролика выставили. До 20 в запасе. С администрацией. Вдвоем работать намного легче. Вот мы с Володей. Ты маленько сдвинул это. Ногой. Посмотри. Ладно. Нормально все. Давай. Вот такие пацанята сидят. Картинки там смотрят. Девушки там таким уже возраста. И все еще это жуются и пьют. Вот вижу. Когда Семеров там другие. Разговаривают и все время пить. Я считаю это не годится. Как же. Ты же веришь что ад есть. Каплю на язык не дают. А ты сидишь. Хлюпаешь принародно. Он сидит. Пузатый священник. А у него вот так вот крест висит. И только начинает говорить. А видимо звук то издается. Дребезжает. И крест пополз. Вот сюда. Он опять его затаскивает на гугор. Поставил. И опять дальше. Начинает он опять пополз. Он опять из долины вытаскивает его на вершину. Это Смирнов там такой. Я видел. И все время хлюпают. Пьют. Перед ними ставят ведро наверное. Ну говоришь что ты не больше часа. Еще вы так позволяете себе. Сидишь пьешь. Чупита ну поговорим. Иди там тогда захлебывайся. Плыви и пей под водой прямо. Давай. Если у тебя юмора нет еще не будет. Ты должен варить как-то скрасить другой раз. 18 глава 19 по 20 стихи. Истинно так же говорю вам. Что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То чего бы ни попросили. Будет им от от самого небесного. Ибо где двое или трое собраны. Оло имя мое. Там я посреди обоих. Слышали нет? Вы согласны мне помочь или нет? В молитве. Чтобы Господь защитил наши ресурсы в интернете. Сейчас такая компания. Выискивает 4 года назад где-то я что-то сказал. Или где-то. И жалобы. Если одна жалоба есть и приняли ее. Только одна. Еще вторая уже закрыли. А три жалобы полностью уничтожается мой канал. В прошлый раз мне сделали замечание. На три месяца. Три месяца как будто нет. Увидели как колят деревню. Я показал как бычка колят. Они за это привязались. Я говорю. Я на из-за коле. Я как раз говорю. Я не ем мясо. И говорю. Они не смотрят. Видишь что за колы. Вот как его привязали быка. Повалили это можно. Как обдирают можно. На момент когда нож в оттуре. Этого нельзя. А я говорю. Я как раз и говорю. Что вся тварь недобровольно покорилась. Воду славы детей. Боже. А тварь будет освобождена от смерти. Я за скотину стою. Переживаю. Они на меня как будто говорят. Другой где-то. Приехал ко мне. Никита. А я ему показываю. Смотри Никита. Что ты был где в мире-то. А там показывают эти оренбургские пчелки. Видел. Вот такие девчонки пляшут. Головой в землю воткнулись. Их как пчелки полосками сделали. Такие движения делают. Которые неподвертвованы. А другой так. На уроке 10 класса. Учитель добился. Учитель голый. Приходит совершенно. В чем мать родила. И девчонки все разделись. И ребята. И теперь канат перетягивают. Ну что в канат. Кто кого. Упали. В куче что были. И все это пока. Я показал. Вот это чтобы. Это мне теперь приписали. Четыре года назад было. Я забыл про этот ролик. Так я его не опиширую. Я осуждаю. Что ты смотри. Откуда ты пришел. Четыре года. Я даже забыл про ролик. И опять на меня наехали. Сейчас. Ни за что. Потом у Вики был. Внущенок. И так он плакал. Я его уговаривал. По-своему. Там дал кружку-то плакать. Тоже три месяца я с него был под эпидемией. Игнат Тихонович. Это просто люди совершенно не понимают вашей речи. Они ее не то что принимать. Они ее даже не могут вместить. Что вы говорите. Они как будто с другой планеты. Ну хорошо. Один заходит. Звать его. Звать его. И фамилия и имя его указано. С Украины. Я в него украл ролик. И показал какой ролик. Я в кафедре веду занятия. Кафедра моя. Аудитория моя. Клиенты мои. Снимает священник. Где его. Который претендует на этот ролик. Вы мне скажите. Где. А вот вы подавайте. Ну в суд теперь тебе говорят. Если так. А он что. Я ему пишу. Ты Бога. То побойся маленько. Что ты делаешь. Ты же за судья отвечать будешь. И я его уговаривал. И он взял. Тогда написал опровержение. Дискать. Я ошибся. Не туда. И снял. И с меня сняли. А с Сергея закрыли канал. У меня вообще ничего нет. Только благословенное. Дело в том, что сейчас Людмила Степановна говорила о том, что они не могут понять Игнатьича. То есть речь не вмещается у них. Я тоже тут переписывался с Никитой Колесником. Он там сейчас в Киеве работает. Правда не написал где он там работает. И он встретился с каким-то архимандритом тоже. И тот говорит на Игнатьича. Он говорит вообще нормально сам по себе человек. Что вроде он сумасшедший. Такие речи говорит. Вот и все. Пожалуйста. Есть, конечно, положительные люди, которые понимают. Мне открывается. А другой вот так. А Никита говорит, Игнатьич говорит, гений от Господа. Ему говорит, от Бога надо. Как вы, где? Гений от Бога вы. Давай, пошли. Так, толкование мы не прочитали. То есть двое или трое соберутся, вот вы это прочитали. Не соберутся, а собраны. Ага. Соберутся. Соберутся на выпивку трое. Под соглашающимися, разумеется, сходящиеся не на зло, но на добро. Вот оно и толкование. Собраны. Другой силы. Дух Святой их собрал. Собраны. Ведь и Анна, и Каиафа соглашались же, но на зло. А какое зло они соглашались? Анна и Каиафа. Они согласились утаить часть денег. Которое они получили, запродав свое поле. И часть денег не утаили, а часть принесли к апостолу. Все. Отолнулся? Она тебя бреет, так ты меня будешь отчетывать. Но брата-то почему не научишься? А брат думает о другом, как попрыгать на исти. Батон. А? Батон. Козлен. Я прошу вас, молитесь, чтобы беда маленькая отошла. Потому что это не мое, а Божье дело. Она точно ответила на твой вопрос? Не точно, совсем неправильно. У нас комиссия была, там не поле было, там имение, дом, скорее всего. Санэпидемстанция. Ну и заместитель губернатора, Шойфет Яков Нахманович, еврей, мне операцию делал, доктор медицинских наук. И он говорит, если к вам такие деньги имеют, я любой ресторан в городе могу закрыть. В одной неделе. Я не знаю, не знаю, тут все не так. А как? Проверяю, начинаю продукцию, смотрел. Теперь палочки не имеют, я сказал, обнаружено. Теперь провел, говорю, там пальцем где-то. Обязательно пыль-то ездит. Все пыль, не гигиеничный. Все закрыто. А когда люди больше много гигиенятся, везде все это спиртом, то другое. Они очень уязвимые, они к микробам не приспособлены. Вот эти жили в тайге на Абазе Лыково-то. И как-то такие геологи появились, а сразу из пятерых трое в семье умерли. Дмитрий, Наталья и Савин. А как после, хочешь, с Агапией остались? Агапия, оказалось, иммунитет имеет, как я легенды. Обманули, когда она за столько продали. Агапия сказала, за столько. Пошли. Не по существу она ответила. А другую вещь, ладно. Ну ладно. Так вот я спрошу, я думал, тут у нас спокойно будет, усиленно. Объясни этот флаг. Почему у нас этот флаг? Допустим, архиерей сейчас зашел, повернул голову. Позвольте. Это же гражданский флаг. Ну да. А я слышал, что у вас с миром полностью порвано, а вы как-то рекламируете. Вы патриот что ли какой-то? Он может так сказать? Мог сказать. Теперь, что ты на это будешь опишать? Да вы уже много раз объясняли это. Ну давай, объясняй, коротко объясняй ему. Вы что, патриот такой? Да мы патриоты Отечества нашего небесного. Это флаг небесный. Красный цвет означает, что вся земля до коры пронизана в крови. Люди во грехах грешат. Кровь мучеников. Кровь мучеников. Не в чем кровь, а кровь мучеников красная. Рождается в крови человек. И рождается человек в крови. Все, как твоя кофта. Дальше. И католики, и мусульмане, и буддисты, все одинаково в крови. Это для всех наций мира, во все века. Каин убивает Авида, вот она кровь идет. Атомные воины, там все что угодно. Кровь залила. Вот это самая нижняя черта, это кровь. Человек родился. Дальше, кверху, что означает синий? Синий означает небо. Помышляйте о горнем, а не о земном. Да, помышляйте о горнем, а не о земном. Об этом горнем тоже христиане, мусульмане, христиан, католики, протестанты. Другие все о небе. Там рай, там отдых. Место светлое, место прохладное. А откуда же отбежит всякая печаль, воздыхание. Но где пребывает жизнь бесконечная. Мы туда идем, вот это все идут. Мусульмане туда думают. Правильно, что кверху надо смотреть на небо. Небо голубое везде. Ладно. А третья полоса? Суд Божий, Белый престол. А где это сказано? Книги Откровения. Где? Двадцатая глава. Не знаю. Двадцатая глава. По глазам бежит. Что не знаешь. Двадцатая. Еще какой стих? В стих не знаю. Одиннадцатый. Одиннадцатый. И увидела великий Белый престол. От лица которого бежало небо и земля. И нашлось им место. На суд Божий придут мусульмане? Да, придут они по-своему говорят. Протестанты, коммунисты, фашисты. Все придут. И вот это наша история. Родился, думай о небе, и будет суд Божий. Думал ты или не думал, но на тобой небо голубое было. И кверху, вот как тут написано, из этой кровавой мясорубки, где мы живем, надо искать все-таки высшего, отдыхать на волне природы. И теперь последнее суд Божий. Веришь, не веришь, а будет. Интересное оттолкование вот это. Ян Златоуз говорит. Вы верите, что Бог справедливый? Все отвечают, да. А на земле есть справедливость? Нигде ее нет. Сейчас ролик появился такой. Где бы нам найти такого Кадия? Кадий это судья. У него щелма на голове. И он сам, ну верховный судья, идет с посохом. А рядом идут его там советники. Рядом идут солдаты. И он идет по базару. Так подходит. Ты чем торгуешь? Материя у меня вот 2 метра. За почем? Вот я купил ее там на 1000. А продаешь за сколько? За 1200. Так. В первую очередь, материя не того сорта. Дальше. У нас в законе написано, что ты можешь добавлять 10%. А вот это 20%. Заковать его в кандалы. И провести по базару, чтобы все видели. А это конфисковать. Подходит, дальше идет. Тапочки лежат. Он взял тапочки. И по чем ты продаешь? Ой, тапочки хорошие. Это воловья кожи. Ей с носа не будет. Он посмотрел. Дал. Не прости, больше не будет. Уже все. Подошел, хлеб торгует. Так, у тебя кроме этого хлеба есть? Нет, я только на один день. Вот только это и все. А он так поднимает. А там у него вторая полка и лежат булки. А это что? Да это с прошлого дня осталось. Если я оставил, то я козом дома кормить буду. Он взял. Да как они с прошлого дня горящие? Слышишь? Хлеб горящий. Так, взял, отломил. Так, сколько у тебя здесь? Полтора килограмма. А сзади, который идет, у нее весы. Вот раз в раз. Дерька-то пошла. Кинула этот товар так вверху. Значит, обман. Ты же, говорит, полтора покушал. Так, у тебя здесь хороший мукет. И добавил плохую. И добавил просто. Ну, взять его, прибить уши ему к базарным воротам. Его тащат и гвоздями, и вот эти уши прибивают, чтобы так стоял. А теперь, когда пришел, его уже шах вызывают. Он перед ним отвечает. Он, послушай, Кадди, на тебя жалоб много идет, что ты сурово наказываешь. А у того тоже советники стоят, поди шахи. Вот этого ты наказал, уши пробить ему. Это как ему? А далеко? Он говорит, ваше величество. Вот книга закона свода, это составил ваш отец, царство ему небесное. Вот он сказал, так и так делал. Я по него и сделал. А ты думаешь, да, действительно. А ну, а разве там написано, что уши прибивают? Он говорит, не написано. Иначе каждый делался бы Кадием. А дальше дело совести. Я должен определить. Он не услышал закон, который дан у нас. Вот теперь уши отмечают. И тот думает, и все. Так вот тебя как прозвали на Кадди. У него голова белая и белая. Как прозвали тебя? Седые или какая? Волосы? Кадди седой. Или как-то? Кадди пепельный, кажется. Надо, да. А его этот Сарь-то стал. Стал вот так вот, стал, как ваше. Запахнулся. Подошел вплотную. Ну, видно, что если это артист, то артист царского рода. Так, значит, у тебя волосы белые не зря. Ты все думаешь, да, думаю. И знаете что? Надо по совести поступать. И вот я по совести поступаю. Я не знаю, когда умру, где буду, в раю или в аду. Я не знаю. О, как рассудил где-то. Бог рассудит. Но я скажу вам, ваше царское величество. Совесть меня не судит, что я так поступил. Он подошел и говорит, ладно, до свидания. Ты прав. Все, суд закончился. Не надо судить 10 лет. Вот в один раз все. Они религиозно-талантливые мусульмане. Религиозно-талантливые. Вот я от них многому научился. Вот о чем говорю, как молиться, вот это вот. И все разное. Все разное. Религиозно-талантливые. Вот я и подошел. Я их задел крепко. Представь, диакон, он не действительно диакон, я вам покажу. А ты его руку полагал, ты за это тоже отвечать будешь. Я вышел, что-то еще его спасет. Не обиделся? Да нет. Я говорю, ну что же так это, попустились. Ну каноны-то остались те же. Уберите тогда канонов нет и напишите свое. Сященники можно оставить с 5 лет. И пожалуйста, а женись с 2 лет. Но закон-то гласит. Как ролик-то видели, ребенок-то там, кадит-то. Ага. Из церкви пришли, а бабки оставили, натренялись что ли. А она его пошла и взяла в церковь. А ребенок-то все видел, и дома игрушка на игрушку сцепил. У него как получилось, и ходит. А-ля-ля, тю-ту-тю-ту-та. Как дьяко. И кланяется. Так же протяжкой все это дело-то. И кланяется. И кланяется, видела? Да. Ой, вообще. Это по-гримушку у него. Ну, как настоящий дьяк, так же растянул и опять по-своему, и опять кадилом машет. Так у него книжечка, книжечка еще в руке. Я книжечку куп-то взял, смотри, как ролик называется. Вот так и называется. Нет, несколько дней побыл у бабушки. А, побыл у бабушки. А интересно. А я веду, батаршка. Чем-то не научат бабушки, да? У нас там был, приезжал-то Желтухин, батюшка, то у него ребятишки свои, да, взятые откуда-то. И они приходят и играют. Скотерку на себя надел, я буду батюшка. А другой, а я Игнатий Тихонович. Вот они играют. А кто из них теперь, они между собой теперь решают. А кто же важнее? Да. Молодцы. Давай. Тогда Петр приступил к нему и сказал. Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему. Не говорю тебе до семи раз, но семи жды семидесяти раз. До семидесяти. До седми жды семидесяти раз. Толкование. Петр спрашивает вот о чем. Сколько раз я должен прощать его брата, если согрешит. И потом, раскаившись, придет и будет просить прощения. Молодец. Я бабушечку сейчас позвоню. Ты, батюшка, можешь зайти минуты на три хотя бы? Я тут вопрос задам один. Сейчас батюшка зайдет, и вопрос задам интересный. Дальше очень интересный. Ты знаешь, что есть такие, говорят, семейное счастье, это Петр и Феврония? Ну, это как покровители. Покровители? С всей семьей, да. Ты им молишься? Да нет. Когда только если он в богослужении, а так я... Вот смотри как. Он Петр, он князь. А этот, Феврония, она простолюбинка, обыкновенная крестьянка. Но она травами лечила. А там какой-то умер. И теперь к жене прилетает змей творить блуд. И она сказала. И никак с ним поправиться. Он сильный змей. А вы, говорит, вы видите, кто он такой? Как в детстве смерти. Он говорит, убить меня убьет, говорит, один Петр. И у него должен быть какой-то агирев или какой-то меч. И она тогда пересказала. А этот Петр-то взял, где меч-то достать-то. Ну и пришел в церковь, молился, подошел юноша и говорит, а там у нас за храмом кирпичину защитить. И там агирев меч. И он его взял и пошел. А то змея захлестал. А вот когда змея-то злился-то, махал, и от него кровь-то ядовитая летела на него. И везде все проело. И они раны, все гноятся проказа. И тогда он к этой пошел. Она лещит-то. И она его лещит. Им посоветовали. А вот Феврония-то говорит, ты на мне женишься. Она говорит, ну почему жрать? Она тогда лечила, я одну язвочку оставила, а от нее потом пошла снова. То есть авантюрная бабенка была. Я тогда звали Виктору Андреевичу. Говорю, Виктор Андреевич, сейчас вот врач у вас будет так. Да подсудное дело. Значит, ее не прославлять надо было учить-то. Ну и второй раз он заболел совсем никуда. И он тогда решил жениться. А закон такой был, если женишься на простолюдинке, ее нельзя сделать княгиней. Иначе всех князьями будут. Он должен теперь отказаться от звания и быть там. Ему пришлось на ней жениться. И он тогда покинул город и ушел. А тут нашествие было... Не покинул, не покинул, а там все возмутились. Да. Его подданные, ты что это. Ну и он пришлось ему убить. Уехать. А когда они хвороги-то напали, его опять вызвали. А теперь они ее приняли уже. Я говорю, ну давай, ты разбери. Он сделал так, ну... У него выхода не было. И какой-то аргив... Это легенда. Тут еще такого не было. Вот рисует Георгий, подтверждает... Но вам что, вы можете принять, верить или не верить? Вас же никто не принуждает. Там написана легенда. Прямо написано. Вот и все. Ну и принимайте так, это как... Но я и говорю, я ничего не добавил к этому. У меня один батюшка, я, говорит, читал Житие Святых, говорит, всегда читал, я, говорит, когда Великим постом читается Житие, говорит, Мария Египетская. Я, говорит, считал. А сейчас, говорит, я не стал считать, что я, говорит, не верю в это. Вот что? Что 47 лет в пустыне она прожила без одежды, без питания, питалась только какими-то корешками и собирала росу, когда выпадала. Не всегда роса выпадала, росу пила в это. Вода, роса. И 47 дней. Я говорю, хочешь спать, приезжай к нам, потеряй, когда зарыщешь к нам пруд, уведу тебя на 47 дней. Там, там все есть, трава есть, вода чистая, не надо росу собирать, будешь... Кто-то голый. Голый и ничего. Ну, и через 47 минут прибежишь домой. Зимой, конечно. И он, говорит, я не хочу, говорит. И он, говорит, я не верю, говорит, может, была какая-то Мария, а теперь... Во многих храмах везде мощь Мария Египетская. А по описанию, Зосима ее похоронил. И никто не знает, а Зосима пришел и никому не показал. Да, он рассказал про нее лет через 15 только. Да, только. И он уже сам бы не пошел могилу в пустыне, там, где бы он нашел ее. Похоронили это в 6-7 веке, а нашли в 21-м. На территории Иоанна Богословского храма, там построили новый храм. Храм в честь вифлеемских младенцев. И в нем мощи вифлеемских младенцев. В то время никто не знал, святости не было. С трупами возиться у Израиля... Ну я вот в это тоже, у меня веры нет, что это эти... Я говорю, у меня два братика похоронены, младенцы, на нашем кладбище, потеряешьки. Один был, наверное, с 36-го года рождения. Перед Игнатием было. Ди, звали его Ди. А второй с 56-го года. Между Ириной и... Ди, звать ее Ди. Ди, это был тот. А второй Димитрий был. Где я сейчас найти? У нас мы знаем, где... Прошло-то всего 56-й, это 50-60 лет прошло только. Найди его, где он? А ты через 5 лет не нашел, Барин. Ну а сейчас найди. Мы знаем вот примерно вот это место. Ищи, копай. Так найдешь он или это и не Леон, там еще другие были. Это владец Афират собирал, по-видимому, сказал, вы будете убивать всех их вместе. В братскую могилу хороните, чтобы потом христиане будут их канонизировать и мощи их брать. А для кого сделано? Для абортиз. И нарисовали он это в Алтайске. И они разорваны части лежат. И там на литургии меньше, чем перед этим вот абортиз-то тысячи. И они там колготятся и плащут, и вымаливают грехи. Деньги тут жертвуют. Я так же ребенка разорвала, так же он погибал. Китаец один пришел в абортаре и стал просить, продайте мне этих младенцев. Доберите их. И он кладбище устроил, которое абортирует. А как абортирует, то их абортниц там примещают. И ребенка у них выкупает, платит деньги. И у него столько ребятишек живых теперь, которые пришли на аборт. А, вы не делали, он их когда-то не разорвали? Да, он придумал. И целый там, я не знаю сколько, сот у него. В Грузии был батюшка один. Как его звали? Василий, наверное, что ли? К нему со всей России ехали женщины. Он крестил этих убитых ребятишек. Он крестил, заочно крестил. Они платили, к нему все ездили. Женщины, убили ребенка, вот робита, аборт сделали. Едут туда, к нему он их крестит, этих ребятишек. Не просто крестит. Я спрашивал Бургинаца Александру, тут сложная процедура. Нужно найти красного петуха. Зажали. Похоронить его петуха перед царскими воротами. А потом к шестому оттуда достать. Я говорю, да зачем это? Такое условие. А кто этим занимается? Вот отец Василий, мы проезжаем, и он говорит, вот здесь. Вот сколько раз его запрещало, а потом опять не берется за это дело. Это православие наше. Давай еще дальше сомнение. Так. Петр, толкование на этот стих. Что, Господи, сколько раз прощать. Петр спрашивает вот о чем. Сколько раз я должен прощать брата, если согрешит. И потом, раскаившись, придет и будет просить прощения. К словам, если согрешит, он присовокупил против меня. Это потому, что если кто согрешит против Бога, того я, простой человек, не могу прощать. А может, простить, разве имеющий божественный чин священник. Если же согрешит против меня, и потом я прощу его, то будет прощен. Хотя я и простой человек, а не священник. Господь сказал, до семиежды семидесяти раз. Не с тем, чтобы ограничить число в дело прощения. Странно было бы сидеть и высчитывать до тех пор, пока не получится число 490, которому равняется седьмиежды семьдесят. Но означает, таким образом, неопределенное число раз, как бы так говоря, сколько бы раз, кто не согрешил, а потом покаялся, прощай ему. Сложно. Сложно. Сия икона подарена митрополитом барнаульским и алсайским Сергеем Иваником Крестово-Живичинской общине города Барнавула в день 40-летия служения в сане пресс-фитера. О, запыл. Ага, пресс-фитера. Ну, настоятеля храма Акималов. Я думаю, эти, которые были у него молодняк-то, они все равно будут вспоминать. Огорчение такое. А Сергей-то так, как это заметно, он изменился так сильно. Как-то обрюзнулся, если то ли болеет, то ли еще. Вчера в новостях показывали, как они там гостили у Кирилла. У него уже 10 лет, как он оказывается, патриарх у нас. Он в Москву-то летал на этот праздник. Я не понял, как к Сергею-то относится? Он был в Москве. В это время недели проходили там рождественские чтения. Как всегда они там проходят. В пятницу пришелся день интернизации Кирилла. И он выступил там. Почему? Он, были приглашенные кто? Там приглашенных показывали. Там и иудеи, и бапти... Нет, кто они был. Кого он пригласил к себе? Ну, сульмане. Ну, властей. В этих он не участвовал раньше. Нет, он просто гостей пригласил на его праздник. На 10 лет. На его чтение мы. На них чтение мы. На его день, что? 10 лет, как он патриархом. Отметь этот день. Еще? А я еще подумал, наш Сергей там где-то ходит. Там он был. Да, там он был. Он ночью сегодня, он перед утром, перед службой прилетел. Он с самолета и к нам сразу. Спаси Христос. Ну, молодец. Я обманул. Да. Не соврал Михаилу. Такая простая доска там, она у нас четвертая. Смотри, какая толстая. Это рамка, да? Это как рамка сама. Четверка. Эта передача была при Махаиле Ломоносово. Сорок миллиметров. Как он с обозом рыбным, вопреки воле отца, приехал в Санкт-Петербург. И его проверяют. Проверяют и проверили. Один говорит, да я знаю, говорит, его отца мы там рыбу покупали. Не сбрехал Михаил. И теперь начинает выспытать. А ты считать-то умеешь? Ну могу. Он подошел там тогда, дьякона позвали. Проверь его. И он дает. Не дьякона, а еще Мадрид-то там был. И он считает. А можешь псалом такой-то там о субботе? Тот начинает он. А такой ты можешь псалом там что-то еще? А считать по книжкам наизусть? А он наизусть. Есть, сфалтырь наизусть. Он опять начинает. А вот этот можешь. Тот опять начинает. Он только называет заглавие какого псалма. О чем в псалме говорится. Не номер псалма, а о чем в нем говорится. И он его сразу считает. Хоть сегодня дьвичком сам говорил. Ломоносов дьвичком. А зачем тебе, говорит, еще учиться? Ты все уже знаешь. Ты зачем приехал? Они сидят там трое, как комиссия. Ты все уже выучил. Арифметик он там, Магнистского, это что-то выучил. Тебе зачем? Как зачем? А чтобы знать вот то-то и то-то еще. Это надо. Они между собой пересекрались. И теперь, а который его привел, ты, говорит, будешь говорить, ты говоришь, что ты из дворянского рода. Потому что если он из Мещанского, то его не примут. А я говорю, так ты из дворянского рода. Вот так. Опять они пересекрались между собой. Трое сидят. Там комиссия. И ладно, ну, ладно, принимаем. Приняли. Ну, раз он сколько-то поручился, потом его отправляют в Германию. Там несколько лучших студентов за границу учить. Он там поучился, там на немке женился. А его любила там деревня. Это была Дуся, Дунька, девочка. И потом, когда он вернулся, уже пожилой, все, домой поехал он. Она монахиня в монастыре. И они встретились только через сколько там, через 40 лет. Так он до 60 лет не дожил. Ну, такой он уже. Он где-то там, когда выпаривал ртуть, что-то в пробирке там наглотался. Он наглотался, все. Стал болеть. Букли это навешал. Жалко человеку. Это наклеено, да? Нет, нет, нет. Это нарисовано на дереве. Прямо нарисовано? Нарисовано на дереве. Это икона, да. Это икона дорогая. А вот она, наклеена. Смотри. Чего наклеена? Наклеена картина. Ну да. Не видно, что наклеена. Не трошь. Давайте нож подковырнем. Вот Сергей Козлов так и делал. Он выводил, а они выводили на бумагу, а бумагу на дереве наклеили. Ну вот это обклеено. Вот это просто. Модок. Наклеена. Наклеена картина. Может быть наклеена. Тут несколько наклеено. Это наклеено, потом... И она, смотрите, это не просто бумага. Это не бумага. Видите какая? Это ткань. Ткань. Холст. Холст. Видишь, она ткань. Холст. А потом приклеена. Вот. Это храните в общине. Это для общины, значит. Это уже вам подарили. Нет, это в общине подарили. Такая толстая. Это вообще разбойниками расражаться. Очень. Это в советское время пускался журнал, был «Наука и религия». И показывает, значит, в одном дом было, пишет, и вот так вот дом идет. И с этой стороны идет, значит, атеист идет, значит, пропагандист идет. А с этой стороны бабушка с такой книгой. И он только из-за угла, она его хлоп по голове. Победила, говорит. Вера победила. Сейчас выставили в интернете, сняли. Они храм построили, хороший, красивый храм. И пригнали, бульдозеры, как ломают, как падает колокол, колокола, все. Сейчас, в настоящий момент. Это где? Ну, там, на Знакостромскале какая область. Посмотри, даже сейчас. А люди стоят. Незаконные постройки. Ого, тяжелая. Незаконная постройка? Да. Смотрите, как вам по себе. Что-то неопорное там было. Ну, да что. А это его память, что ли, была вот этот день веков? Нет, нет, нет. Нет, нет. Он выбрал, он там, оттуда, говорит, привез, она на самолете только прилетела. Он сам Сергий, вот. Он был второй Сергий Лаврия. Ну, и вот там купил его. Сергий Лаврия, вот он купил. Разницы, правильные. Вот так вот. Сейчас по дереву не рисует никто, наверное. Рисует, что-то не рисует. Рисует. Ну, все. Можно же? Да. По дереву, мазайки. Сейчас и глаза. Да. Да. Застойная всяклова истину Божья, Тетя Богородицу Приснала женую и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херубин И славнейшую без сравнения серафин Безысления Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тебе Вечай Благодарим Тебя, Христе Божий наш За Твою милость и к нам, Господи За этот чудный день, Господи Который позволил нам вместе С митрополитом Здесь воздать Тебе хвалу, Господи За это благодатное Благоприятное время для нас, Господи Слава Тебе, благодарение Тебе, честь и поклонение И Отцу Сыну, и Святому Духу Ныне преснила, веки, веков, аминь Аминь С Богом Так, закройте книги, найдите где Благоприятное время для нас